всем привет вы на канале баранки гну меня зовут карина и сегодня покажу вам рецепт такого яркого и праздничного шпинатного рулета с малиной и сливочным кремом особенность рулетов в том что они готовятся очень быстро и просто бисквит не требует длительного вызревания собирать его можно в тот же день есть также в этот же день а по количеству получается как торт на большую компанию для начала приготовим малиновую начинку для которой я взяла малиновое пюре также можно взять любую замороженную ягоду сахар и крахмал у меня кукурузный в сотейник с толстым дном наливаем пюре добавляем крахмал и сахар хорошо перемешиваем венчиком и отправляем на огонь дожидаемся закипания и провариваем еще две минуты для того чтобы крахмал заварился можно перелить другую миску и накрыть пленкой в контакт и в ней отправить охлаждаться я же переливаю начинку в кондитерский мешок для удобства накладывания и отправляем в нем охлаждаться для приготовления шпинатного коржа нам понадобится сахар и ванильный сахар шпинат у меня замороженный также можно взять свежий мука разрыхлитель лимонная цедра яйца и масло можно использовать как растительное так и сливочное отличие масла в данном рецепте в том что с растительным он получается более нежным и воздушным и одновременно немного хрупким хотя в умелых руках он довольно легко собирается со сливочным маслом получается более упругий и плотный вариант зато легкий в сборке под видео в описании я укажу пропорции и для растительного и для сливочного масла высокий стакан на шпинат наливаем растительное масло добавляем цедру лимона и хорошо пробиваем блендером отставляем в сторону в отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем также убираем в сторону другую миску разбиваем все яйца добавляем сахар ванильный сахар и хорошо взбиваем миксером сначала на средних оборотах далее повышая здесь очень важно взбить массу до очень пышного и светлого состояния посмотрите вот до такого поднимая венчики появляется не сразу затекающий рисунок яичную смесь добавляем шпинат с маслом хорошо перемешиваем до однородности просеиваем муку с разрыхлителем и аккуратно лопаткой движениями снизу вверх вымешиваем тесто до однородности долго этого делать не следует чтобы не опала яичная масса перекладываю на противень застеленный пергаментом выравниваю по поверхности выравнивать бисквит по всей площади противня не обязательно он никуда не растечется выпекая при температуре 170 градусов около 20-25 минут поверхность может немного изменить цвет и пружинит под нажатием пальца сразу снимаем его с противня и еще теплым переворачиваем на другой лист пергамента или у меня тефлоновый коврик снимаем бумагу этой же бумагой я накрыла поверхность и теплым заворачиваю рулет для того чтобы бисквит принял правильное положение и оставляем до полного остывания для крема я взяла сливочно-творожный сыр жирные сливки 33 процента и сахарную пудру важно чтобы все продукты были очень холодными если вы только что купили сливки то отправьте их охлаждаться минимум на 8 часов взбиваем сначала на низких оборотах миксера далее повышая до средних и посмотрите вот такой плотности крем у нас получился он очень нежный воздушный и хорошо держит форму рулет у меня уже хорошо остыл разворачиваю его в некоторых местах он немного сломался но это никаким образом не повлияет на конечный результат щедро смазываем его подготовленным кремом затем с помощью кондитерского мешка накладываем ягодную малиновую начинку теперь аккуратно подворачивая пергамент заворачиваем наш рулет я переложила его на чистый пергамент снова заворачиваю его закрываю по сторонам как конфетку с одной и с другой стороны и отправляю в таком виде в холодильник часа на два-три до полной стабилизации спустя три часа достаем рулет раскрываем его отрезаем лишнее по бокам и украшаем по своему желанию можно просто присыпать его сахарной пудрой и он уже получается очень красивым я дополнительно взяла порцию крема и украшаю на поверхности насадкой сентоноре посыпала сублимированной малиной и дробленой фисташкой получился очень нарядный десерт освежающий вкус нежная текстура в сочетании с ароматной малиной идеальный десерт к чаю или праздничному ужину скажите а как вам такой вариант десерта для праздничного стола или вам больше нравятся классические торты напишите пожалуйста ваше мнение в комментариях мне будет очень интересно почитать а я всем вам желаю удачи в приготовлении готовьте вкусно и до новых скорых встреч